Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «Семь минут». Сегодня у нас в гостях два гостя. Оба вам знакомы. Один получше, второй человек сейчас будет нам тоже хорошо знаком. Я вам представлю Дениса Никитина, координатора Рязанского регионального отделения ЛДПР. И руководитель фракции в Рязанской городской думе, руководитель фракции, естественно, ЛДПР, Антон Князев. Здравствуйте! Денис, вот давайте начнем с нашего гостя. Давайте уж не с вас, но по субординации уже, извините, я с вас начну. Итак, наша фракция в Гордуме, вернее, ваша ЛДПР, не велика, но, тем не менее, начинает потихонечку активно действовать, насколько я понял, честно. Да, безусловно, у нас прошло заседание фракции, на ней был избран Антон Князев, руководителем фракции в Рязанской городской думе, и активизируется потихонечку работа. Конечно, непосредственно были вводимые заседания городской думы, но, тем не менее, фракция начала работать, и вот поэтому мы здесь. То есть, вы как координатор считаете, что фракция, ну, образно говоря, въехала в думскую вот эту вот программу, нового созыва, еще не так много было заседания, но, тем не менее, вы на нее возлагаете надежды. Безусловно, дело в том, что перед выборами мы собирали наказы избирателей, по которым непосредственно сформировали свою предвыборную программу, и я думаю, что как раз настало время показать людям, что мы действительно честны, исполняем возложенные на нас доверия из наших избирателей, и вот фракция в Рязанской городской думе будет работать по нашей предвыборной программе. Хорошо, и поэтому даже вы, можно так сказать, привели ответчика. Конечно. Ответчика. Итак, еще раз Антон Князев, руководитель фракции ЛДПР в городской думе. Антон, как вам удается находить взаимопонимание, такое рабочее взаимопонимание с другими фракциями? Удается, то есть у нас как бы полное взаимопонимание и в своей фракции, и с другими фракциями мы находим, я считаю, легко общий язык на данный момент, то есть все плодотворно работаем, так скажем. Ну, я имею в виду, конечно, во имя, так сказать, интересов города. Во имя интересов города, однозначно. То есть, есть определенные позиции у нашей партии, но город у нас, мы живем в нем все вместе, все наши фракции, соответственно, и люди, я имею в виду. Хорошо. И вот еще то, о чем говорил Денис. Вы пришли, вы, я имею в виду, фракции ЛДПР в Гордуму на фоне обещаний определенных своим избирателям. Избиратели поверили, и теперь у вас не только там представительство в городской думе, а целая фракция. Вот, хотя и не великое, но тем не менее наказы избирателей надо выполнять. Вот как с этим у вас? Это одна из основных целей, естественно. То есть, у нас была предвыборная программа, с чем мы шли на выбор. И помимо основной работы Думы, мы стараемся сдерживать все, как вы сказали, наказы, обещания, данные избирателям. То есть, все идет своим чередом, и я думаю, мы справимся с этой задачей. Я, в общем, спросил, да, извините, дело в том, что вот иногда приходят депутаты, и спрашиваешь их, а вот как вы с избирателями работаете? И начинается очень такая вот издалека какой-то посыл такой, что, ну, вы представляете, парламент, он работает с нормами, там, областная дума, с областными законами. Наша задача – это нормотворчество, и поэтому, ну, конечно, я встречаюсь и так далее. Но избиратели-то ведь ждут от своих представителей в парламенте прямой работы по вот наказам. Вплоть до того, там, дверь починить, здесь беседку поставить, и до более, может быть, стратегических таких, что сделать, вот, чтобы там улицы убирались лучше, или там дорогу нам строили. Вот, то есть, вот это у вас народные приоритеты, или все-таки вот парламентская работа больше? У нас как то, так и другое, но я вас уверяю, как бы все народные приоритеты мы выполняем, потому что, как бы, у нас есть и общественный приемный ЛДПР, и кабинет выделили в Думе нам с приемными часами, и моя личная приемная работает. То есть, на граждан каждого встречаем, слушаем и помогаем однозначно. Ну, что ж, хорошо, спасибо. Значит, наши программы записываются, они никуда не исчезают, поэтому мы, может, когда-нибудь, да, Денис, напомним Антону, если вдруг там он как-нибудь закроет на ключ свой кабинет иногда, так раньше времени. Ну, что ж, Денис, теперь к вам как координатору. Мы с вами в последний раз встречались осенью, вот, и тогда говорили о том, как 4 ноября будет проходить ваш митинг, ваша встреча с избирателем, как вы будете там работать. 4 ноября прошло, я видел, что людей пришло много, и представительство ваше, так сказать, на площади было большое. Как вот прошла эта встреча? Ну, на мой взгляд, встреча прошла довольно-таки плодотворно. Это еще раз говорит о том, что, во-первых, у нас достаточно много сторонников и среди простых людей, и члены партии с нами на связи. Тут хотелось бы подчеркнуть еще раз, что независимо от смены руководителя регионального отделения, курс нашей партии остается прежним. Что касается городской думы, мы работаем в тандеме с городской думой, непосредственно и с Антоном Александровичем Князевым, и с Анатолием Ивановичем Сусловым. Те наказы избирателей, которые нам были даны, мы будем претворять в жизни в любом случае. Я говорил, что у нас будет теперь два приемных дня, соответственно, наш юрист работает с людьми. Плюс у нас появился еще один проект социальный, это бесплатные грузоперевозки. У нас есть один день, это пятница, у нас есть партийная газель, фермер с тентом. Непосредственно к нам могут любой желающий позвонить в штаб, в офис, по телефону 256641, и записаться на пятницу в этот день. Мы непосредственно выделяем водителя с этой газелью, что по городу абсолютно бесплатно все грузоперевозки будут проводиться. Если необходимо ехать в область, то от вас только цена бензина. Ну, это серьезный такой проект, действительно, реальная работа с людьми. Не боитесь, что ваши газели просто люди разорвут по пятницу? Ну, я думаю, вы знаете, просто в любом случае надо что-то делать, надо помогать людям. Тем более, зная ту экономическую, социальную ситуацию, которая на данный момент складывается в регионе в целом, такие социальные проекты, наверное, все-таки нужны. Поэтому, чем больше, если каждая политическая партия сделает такой социальный проект, наверное, людям будет проще жить. Это вот уже одно хотя бы реальное дело. То есть, я так могу образно сказать, используя вот тему в мире животных, что ваша газель стала первой ласточкой. Безусловно. Может быть, да, сейчас другие посмотрят и скажут, ну что же, давайте мы что-то такое придумаем. Нельзя же позволять все время либерал-демократам быть впереди. Правильно, вот нужно как-то выравниваться. Хорошо. Вы говорили о том, это к вопросу о том, о приоритетах работы с народом, когда мы вас только представляли как координатора, да, здесь у нас в студии, о том, что работа с людьми у вас останется на том же уровне, что была раньше, и даже будет расти. Безусловно. Есть такой рост сейчас? Ну, на данный момент мы видим, что количество людей, приходящих на прием, оно начинает расти. Вот у нас некоторое затишье было после выборов. Сейчас, вот спустя месяц, количество обращающихся по различным вопросам растет. Юрист у нас загружен полностью, соответственно, но в любом случае мы всех приглашаем и на юридическую консультацию, если есть какие-то нарушенные права у людей, соответственно, какие-то проблемы, обязательно приходите, будем стараться разбираться и все эти вопросы решать. Ну, тоже я повторяю, что это бесплатно. Безусловно, да, абсолютно бесплатно. Не надо приносить последние деньги. Ни в коем случае. Для этого мы, в общем-то, и работаем. Хорошо, ну что ж, большое вам спасибо. Успехов вам, Антон. в вашей парламентской работе. Успехов вам, Денис, в вашей, так сказать, координационной работе. И я думаю, что мы с вами еще и подведем итоги года, уже окончательно встретившись в декабре. Так что готовьте поздравления для наших зрителей. Еще раз вам удачи. Я напомню, у нас в гостях были руководители регионального отделения ЛДПР. Это координатор Антон Князев и... Ой, координатор Денис Никитин, простите. И Антон Князев, руководитель фракции ЛДПР Рязанской городской думе. И мы говорили о партийных делах. И главный разговор года, итоговый, у нас с ЛДПР еще впереди. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут». До встречи.